Любой взрослый знает, понимает, что в случае непредвиденной экстренной ситуации, например, аварии, обморка, падения, необходимо вызывать скорую помощь. Но когда дорога каждая минута, на помощь приходят люди без медицинского образования, но умеющие оказать первую помощь. Этому нужно учиться, и специалисты Брестской городской организации Белорусского Красного Креста подходят к данному вопросу комплексно, начиная со школ, с первых классов, заканчивая университетами. Любой взрослый знает, понимает, что в случае непредвиденной экстренной ситуации, например, аварии, обморка, падения, необходимо вызывать скорую помощь. Но когда дорога каждая минута, на помощь приходят люди без медицинского образования, но умеющие оказать первую помощь. Этому нужно учиться, и специалисты Брестской городской организации Белорусского Красного Креста подходят к данному вопросу комплексно, начиная со школ, с первых классов, заканчивая университетами. Благодаря сотрудникам Красного Креста внутренних дел дети могут познакомиться с теми мерами профилактическими, которые помогут избежать данного вида опасности. Сотрудники Красного Креста всегда по первой помощи приходят в школу, участвуют в различных внеклассных мероприятиях. Мастер-класс от опытного тренера по оказанию первой помощи Майя Игоря Щук оказался интересным не только первоклашкам. Внимательно слушали его и педагоги. Ведь в житейских ситуациях достаточно часто срабатывает, так сказать, бабушкин советы, что не всегда верно. Например, если пошла кровь из носу, голову запрокидывать назад нельзя. Что надо делать, когда из носа кровь идет? Когда у человека из носа кровь идет, надо обязательно его посадить, наклонить голову вниз и обязательно задать нож. В игровой форме в рамках Всемирного дня оказания первой помощи сотрудники Красного Креста и ГАИ провели мастер-класс для ребятишек, увлекательной и одновременно познавательной. В этом году тема обучения на протяжении всей жизни. То есть мы постараемся показать, что мы обучаем первой помощи, и это очень важно, начиная от маленьких деток и до пожилых людей. То есть учиться надо всю жизнь. Ну вот начали мы с маленьких деток. Это необычное обучение, нетрадиционное, потому что для деток надо в игровой форме. Поэтому мы заготовили раскраски детям, разнообразные вопросы интересные. Дети любят рассказывать то, что у них в жизни происходило, тут лес рук и они такие все заинтересованные. Ну таким образом мы хотим исправить ошибки, те, которые в повседневной жизни пытаются взрослые их научить. Сотрудники ГАИ присоединились к представителям Красного Креста для того, чтобы напомнить учащимся, как нужно вести себя на дорогах и, конечно же, как необходимо оказывать первую помощь пострадавшим в случае дорожно-транспортных происшествий. Сотрудники ГОИ на постоянной основе разрабатывают наглядные пособия для того, чтобы дети лучше усваивали материал. Одним из таких пособий является тематический ковер, который разработан сотрудниками ГАИ и МЧС, благодаря которому дети учатся дорожной грамоте, ну и, конечно же, основой безопасности жизнедеятельности. И как-то так получилось, что девчонки занялись делом девчоночьим – помогать и лечить прерогатива женщин. А мальчишки уютно расположились на тематическом ковре, с удовольствием изучая машинки и правила дорожного движения. И теперь и те, и другие знают, как оказать первую помощь при ожоге или на какой свет переходить дорогу. Можно переходить дорогу на зеленый. А на какой нельзя? Нельзя переходить на красный. А на какой можно подумать? На желтый надо приготовиться. Когда зеленый цвет может и годеть и машинам зеленым, потому что надо убедиться, что машины все остановились. Трех человек попал в беду, я вызову скорую. Надо обязательно сесть, накладить голову и прижать плюточку в нос и приложить, чтобы быть холодным. Скажи, тебе понравился такой урок по оказанию помощи? Да, понравился. Бежать в умывальник и холодной водой намочить, пока не перестанет болеть. А что нельзя делать? Нельзя мазать чем-нибудь и нельзя воспользоваться советом, который говорят вам взрослые, если там надо чем-то помазать, это все неверно. Надо только холодной водой сверху полить и все. И пусть эти первоклассники изучили только АЗ, оказание первой помощи, но правильно повести себя в определенной ситуации они и смогут, и даже взрослым подскажут. Продолжение следует...